За считанные часы до открытия Олимпиады обнадеживающие новости приходят из Бразилии. Число российских спортсменов, допущенных играм, может увеличиться. К уже утвержденному МОК-списку, это 271 представитель России, и в большинстве видов спорта наши олимпийцы выступят в полном составе, скоро может добавиться еще несколько фамилий. Все это стало возможным после того, как спортивный арбитражный суд отменил требования, согласно которому в состав российской сборной нельзя включать тех, кто когда-либо в своей карьере был улечен в допинге и отбывал за это дисквалификацию. Когда бы получалось, что спортсмена наказывают за одно и то же дважды, а это арбитраж назвал незаконным и несправедливым. Так что теперь шанс выступить на Олимпиаде получили в частности наши грибцы Иван Подшивалов, Анастасия Корабельщикова, пловчиха Юлия Ефимова. Но окончательное решение опять-таки за спецкомиссией Международного Олимпийского комитета. Из Бразилии репортаж Антон Вольского. Юлия Ефимова признается, что прошедшие месяцы были самыми сложными в ее жизни. Такого эмоционального напряжения не было ни перед одними соревнованиями. Даже на радость сил уже не осталось. Я замучилась. Вы понимаете, сколько это все длилось. До самого последнего это все тянули. Сил мало, но злости много. У меня получается, в принципе, с самого февраля, вот как это все объявили, и оно вот шло. Потом сказали, все, все опровергли, там оправдали меня, все нормально, едешь. Потом не едешь, потом опять едешь, потом не едешь. И вот до сих пор, то есть уже все, завтра начинаются Олимпийские игры. Мне сегодня вечером сказали, что я еду. Ну это издевательство, конечно, за рамки просто выходящего. Вот кадры первой тренировки Юлии Ефимовой в Рио-де-Жанейро. Пока арбитражный суд тянул с ответом, спортсменка не теряла времени. Нашла бассейн и начала тренироваться. Но уже сегодня она переезжает в Олимпийскую деревню. Первое соревнование в это воскресенье. Допуск российской чемпионки стал возможен после того, как накануне, поздно вечером, спортивный арбитражный суд признал незаконным решение МОК, а так называемой двойной ответственности российских спортсменов. Согласно этому требованию от Олимпиады отстранялись те атлеты, которые хоть раз попадались на допинге. Это не только Юлия Ефимова, но и борец Виктор Лебедев, а также еще порядка десяти атлетов из разных видов спорта, которые теперь благодаря созданному прецеденту получили надежду на то, чтобы выступить в Рио. Впрочем, всех оправданных судом еще должна утвердить специальная комиссия МОК. Но уже сейчас можно сказать, что у нашей сборной наконец появился повод для радости. Ведь введенное правило двойной ответственности было откровенно дискриминационным, направленным только на российских спортсменов. Атлеты из других стран с погашенными дисквалификациями были допущены до игр. Сегодняшний результат вы расцениваете как победу? Я считаю, что это очень хорошо, что большинство наших спортсменов, большинство наших команд, в большинстве видов спорта смогут принять участие в Олимпиаде практически полными составами. Это очень хорошо, и то, что наши спортсмены прошли вот такую дополнительную проверку. В общей сложности российская сборная на Олимпиаде теперь состоит из 271 человека. Без потерь в полном составе на играх будут представлены команды по бадминтону, боксу, маунтинбайк и BMX, женская сборная по водному полу и гандболу, волейбол, гольф, грибной слалом, дзюдо, конный и парусный спорт, настольный теннис, прыжки в воду и на батуте, синхронное плавание, женская и греко-римская борьба, спортивная гимнастика, стрельба стендовая, пулевая и из лука, теннис, триатлон, тейквондо, фехтование и художественная гимнастика. Наибольшие потери понесла легкая атлетика, там из всей сборной допущены только прыгуни Дарья Клишина, затем идет академическая гребля, 4 из 28 спортсменов, 8 из 14 гребцов на байдарках и каное, в велоспорте на треке 4 из 9 спортсменов и в пятиборье допущены трое из четырех. От общего числа заявленного первоначально состава наша сборная потеряла почти треть, но все-таки попала на Олимпиаду, несмотря на громкие голоса в МОК, призывавшие полностью отстранить нашу сборную. Ни одна команда здесь на Олимпиаде в Рио не проверяла так тщательно, как российская. На сегодняшний день, я думаю, что нет более чистой и так сильно проверенной команды, как российская. Обнадеживающие новости о нашей сборной стали лучшим подарком на открытие российского дома болельщиков. Здесь теперь будут чествовать наших спортсменов, которые, несмотря ни на что, выступят на играх в Рио. Теперь олимпийский принцип важна не победа, а участие актуален как никогда. Хотелось бы пожелать забыть все вот эти перипетии, борьбы с допингом и просто выступить хорошо и подарить нашим болельщикам много приятных минут. Целей по медалям нет? Нет, ну никаких целей по медалям, конечно же, не ставили и не ставили. Российский дом болельщика будет открыт теперь каждый день, вплоть до самого последнего дня Олимпиады. А расположен он в самом центре Рио-де-Жанейро на знаменитой набережной Копа-Кабана. И хочется верить, что это место в ближайшие две с небольшим недели станет центром хороших новостей. Антон Вольский, Юлия Заграничного, Дмитрий Волков, Первый канал, Рио-де-Жанейро. Церемонию открытия летних Олимпийских игр в Бразилии покажет Первый канал. Смотрите завтра в 10.15 по московскому времени.